Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 12 по 20. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Вы не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия. Итак, дорогие братья и сестры, Церковь предлагает нам сегодня отрывок из великолепного послания Святого Апостола Павла, Первого Послания к Коринфянам, где апостол вновь и вновь вынужден спорить с людьми, которые не считают, что нравственная чистота и тем более чистота поведения нашего тела в этом мире так уж необходима для спасения. Так называемые либертинисты, те люди, которые считали, что человек свободен, Христос освободил человека, и не важно, что делает мое тело. Важно, что моя душа стремится к Богу. И вот апостол спорит с ними, и мы читаем. Как бы в русском языке, в русском переводе не совсем понятно, о чем идет речь. Как будто бы это сам апостол Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною». Как будто у апостола Павла некая шизофрения. Как будто он сам сначала говорит одно, а потом тут же говорит другое, которое в какой-то степени противоречит сказанному выше. Но здесь перед нами довольно-таки распространенный литературный прием, который часто использовали античные авторы. Это прием называется диатриба. Это беседа с невидимым противником. И ты как бы находишься в неком словесном спарринге с ним. Он бросает тебе цитату, а ты на нее отвечаешь. Но со стороны это выглядит, как будто человек разговаривает сам с собой и сам себе противоречит. Не зная этого приема, можно так и подумать и прийти к каким-то ложным толкованию. Но вот что мы читаем. Оппоненты апостола Павла говорят «все мне позволительно». На что апостол Павел отвечает им «но не все полезно». Они говорят вновь «все мне позволительно». А он отвечает «но ничто не должно обладать мною». Мы видим этот, скажем так, пинг-понг. Это спарринг апостола Павла с его противниками. Словесная перепалка, словесная, скажем так, дискуссия. И здесь как раз-таки вот эта игра видна, если знать вот этот прием. И они говорят «нам все позволительно, нам все можно». Апостол же парирует «да, возможно, можно, но не все полезно». То есть, возможно, вы и имеете возможность все это делать, все, что вы делаете. Но полезно ли это? Нет, не полезно. Они опять говорят ему «все мне позволительно». Но, говорит апостол Павел, в контексте откровения Божьего «ничто не должно обладать мною». И почему не должно обладать мною? Далее мы это увидим. Они говорят ему, парируя его фразу «но пища для чрева и чрева для пищи». Ну, действительно, мы съели, это все переварилось там в желудке. Какая разница, что мы потребляем, что мы в себя засовываем, в свой желудок. Это чрево, наш желудок, наше тело, оно для пищи, а наша душа отдельная. Да, говорит апостол Павел, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. И тут он говорит о том, что тело наше принадлежит не нам, а Богу. И далее эту мысль развивает. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Мы должны не пренебрегать телом, ибо тело принадлежит Богу. Оно не принадлежит блуду, нечистоте, скверне этого мира, всей грязи этого мира, в которую вы, либертинисты, погружаете свои тела. Нет, Бог воскресил Господа, воскресит и нас. Поэтому важны наши тела. И наши тела принадлежат Богу, ибо мы в крещении отдаем себя Богу. И далее он пишет, подтверждая как раз-таки вот эту мысль. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христова? Что буквально наши тела принадлежат Богу, часть его тела. И так отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы». То есть, я забираю у Христа то, что принадлежит ему, часть его естества, которым мы являемся по факту крещения церковью Христовой, отнимаем это у Христа и ввергаем это в блуд, отдаем блуднице. «Да не будет так», — говорит апостол Павел. «Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится с нею одно тело, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющейся с Господом есть один дух с Господом». Итак, здесь идет речь о том, что когда человек совокупляется с блудницей, то он становится с ней единым целым. Здесь он опирается на слова Ветхого Завета. «Да будут два плоть едину». То есть, половые отношения между двумя людьми, они в браке соединяют человека. И действительно, вот эти отношения брачные, они являются скрепляющим, частью скрепляющей отношения человека. И Бог говорит, что будет два вплоть едину. Но если мы помимо брака это делаем, то мы нарушаем заповедь эту, но в то же время соединяемся, сращиваемся с тем, с кем совокупляется человек. Если это блудница, если это блуд, то мы, вместо того, чтобы принадлежать Христу, принадлежим теперь этой блуднице. С ней становимся одним телом. На духовном уровне. Соответственно, будут два одной плоть, а мы должны соединяться с Господом в духе, а не с блудницами в теле. «Бегайте блуда», — говорит апостол Павел. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник решит против собственного тела». Знаете ли, что тела ваши, суть храма живущего у вас Святого Духа? Действительно, наши тела — это сосуды благодати Святого Духа, которые должны наполняться ею, а не нечистотою скверную. Суть храма живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои. Что значит «мы не свои»? Мы не принадлежим себе. Как и святитель Иоанн Златоуст об этом множество раз говорит в своих толкованиях. Мы принадлежим Богу по факту нашего крещения, по факту благодатного соединения через веру в Иисуса Христа со всей полнотой Святой Троицы. «И греша против своего тела, мы грешим против Бога. Ибо вы куплены дорогой ценой. Господь умер, чтобы у нас была эта возможность. А мы так легко разбрасываемся тем, что принадлежит Богу. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Мы должны прославлять Бога как в нашем сердце, так и в нашем теле. Будем беречь Его, сохранять Его от блуда, от греха. И стремиться, конечно же, всем своим естеством прославлять Бога. Христианство не отрицает телесность. Оно предлагает Ему царский путь, чтобы действительно наше тело стало храмом вывместилищем благодати Святого Духа, а не скверной и бесовской нечистоты этого мира, к которой человек может приступить только добровольно. Это желание человека быть с Богом или быть с грехом. Поэтому выбор стоит за нами. Будем молиться, дорогие братья и сестры. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.